усталые игрушки книжки спят а мы не спим и несем вам новый выпуск подкаста джекма позвонит и у нас здесь сегодня вся бригада собралась иван никита и семён на самом деле вообще предлагает переименовать подкаст такую имя на этом и с.н. н.е.с. нис. син или сни вместо джекма позвонит наши сокращенные имена с не кстати причем нормально звучит хорошо что никиту зовут не роман так ребята что давайте поприветствуем наши слушатели давно мы проем не собирались хорошее начало мне кажется знаешь надо после каждого сезона отдельные вырезки дать отдельный видос со всеми вставками вот этими начальными которые семён подводки делает это какое-то золото каждый раз ну что ребят привет сегодня мы собирались в оффлайне но ладно в онлайне все заняты немного но мы постараемся собраться вживую записаться а у нас сегодня выпуск такой на изи налегке мы не принесли никаких особых новостей слушатели знают что мы всегда что такое из новостей переносим там обсуждаем сегодняшний выпуск просто за жизнь за жизнь у кого-то что-то новое в жизни произошло там обсудим открытие китая так далее поэтому эффект у нас ладно настраивались на выпуск что будет факты там развития кода там новости такой себе не будет но пике как мы начнем хочу сообщить и напомнить что у нас есть чат в телеграме ссылка на этот чат в описании и я как в прошлый раз рассказывал нас про новых людей которые присоединились с еще запома говорил про владислава грома во прошлый раз но здесь владимир сучилов илья агутов или а привет кстати выпуск до сих пор сам популярный давай нам еще один залететь роман дмитрий дмитрий самуи поле андрей м и . с . и just me приветствую вас джекман позвони чате кстати ребята вы там тоже активизируетесь сообщение то этом один что-то пишу пишу из вас из команды никто пока ничего так и написал или вы ждете когда там сотни наберется посмотрим я всегда за просто у меня до этого недели была такая что не дача так к сожалению но будем активнее что хотел сказать да еще начать сегодняшний 15 марта 4 дня назад мы записываем 19 марта воскресенье 15 марта китай открылся в том плане что опять визы туристические начали выдавать хайнань на 30 дней привлекает до всех без визово да мне всех помогут 30 40 стану все почти по советские стороны там списке есть поэтому приехать сейчас можно самолетов полно туда-сюда летают и даже вчера по шанхаю ехал и возле динайм темпл ходили кита за этом то ли турист ну был это похоже такие шортики в американском стиле фотоаппараты большие раньше они конечно сети трафика суету наводили а вчера так уведом возвращается шанхай возвращается когда раньше куча тех туристов везде ходила там чё ребята скажите как как у вас ощущения про эту новость еще новый чувствуется что-то изменился на что у тебя иван кита новость есть то что китай открылся наконец ну конечно конечно у меня была очень насыщенная неделя даже не делена родни 10 меня первый раз за три года приехали люди вот которые не были в китае собственно три года подряд вот и было очень интересно конечно пообщаться это приехали наши партнеры и сотрудник компании проектом которая занимаюсь вот и причем интересно очень что оба они вдвоем работают с китаем очень много лет один работает больше 30 лет с китаем то есть еще с начала 90-х годов а другой работает почти что 20 лет с китаем и принципе как и я только не жил в китае постоянно но постоянно взаимодействовал с этой страной тоже было очень интересно посмотреть на их реакцию после трех лет вот вообще что ты что изменилось как изменилось и ощущение вайб какой-то да вот какой-то фидбэк от них получить было на самом деле очень здорово вот и это счет того что конечно люди уже путешествовали везде на протяжении там 2021 года да то есть когда весь мир стал постепенно открываться когда отменились все эти карантины вот а в китай они заехали вот только сейчас то есть по сути это были первые люди которых я видел вне китая въехавшие сюда за три года то есть меня в этом плане тоже можно поздравить было очень интересно потому что с одной стороны когда ты общаешься по видео как это общаешься по зуму там еще по каким-то мессенджером это одна история когда ты видишь живых людей не находившихся в китае все эти три года это совсем другая история я не знаю насколько это будет понятно тем кто нас слушает находясь вне китая да но нам которые все эти три года бы жили по сути в пузыре таком бабле можно сказать да которые мы тут сами варились у нас тут свои приколы у нас тут своя вот эта вся история несмотря то что опять же все смотрят какой-то контекст международный да тем не менее какие-то бытовые вещи жизненные какие-то вещи она все равно за консервировалась так вот на три года у нас все вот и послушать людей обсудить с ними их видение того что здесь поменялось было очень интересно ну слушай самое основное наверное когда я встретил человека и поехал встречать в аэропорт на машине я встречал человека и первое что он сказал горе слушай столько электромобилей вот за три года за вот эти просто огромное количество электромобилей действительно убит раньше нового раньше они были тоже да но не было в таком масштабе в таком объеме сейчас по сути вот но если брать шанхай и южные регионы китая наверное треть наверное да потому что больше машина дорогах это электромобили поэтому он сказал без ужин это просто вообще что-то с чем-то и даже на парковке вот мы шли по парковке да и тоже там чуть ли не половина машин они уже электричество уж не знаю насколько хорошо это или плохо да я такой противник машина батарейка целиком вот но тем не менее то есть это был такой прямо мощный мощный посыл это первое второе очень много инфраструктурно как сказать очень много инфраструктуры была отремонтирована за это время мы прилетели в аэропорт шенчжэня через несколько дней просто человек прилетел в шанхай а вот и когда шли по этому аэропорту он тоже участок там бывал шенчжэня вы он 108 раз прилетел в китай вот это достаточно большой большой срок каждый рассчитал типа считал да да это как я считал пцар тест во время локдауна да 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 прямо с этим чуваком но и мы шли по аэропорту и он рассказывал тоже как слушай так здорово а для меня то это ну нормально да то есть но аэропорт аэропорт нокий там парковка и парковка ну окей да то есть нет ничего такого что ты что для тебя какое-то не знаю удивление вызывает или какой-то интерес представляет да потому что все вокруг тебя она обыденно это что каждый на это смотришь а для человека которые много нам три года здесь не был да и бизнес которого был связан постоянно с китаем вот и причем очень глубоко для него это тоже было интересно то есть отремонтирован аэропорты от ремонтированным этот объект инфраструктуры там вокзалы все вот это прочее вот она тоже на раме мимо нас как-то прошло потому что мы опять же мы здесь живем да вот когда человек приезжает и свежим взглядом смотрит на все это это бросается в глаза знаешь что то что у меня пока такой резонанс вечный когда я захожу в торговый центр либо на вокзалы и меня никто не спрашивает код здоровья я до сих пор такой типа кто-то должен спросить надо подготовить нет ну типа где потому что тебя каждый год или полтора года до долбили с этими тестами сейчас типа вообще на я кстати по маскам в аэропортах и на вокзалах я по привычке до сих пор маншу маску то есть у меня просто на автомате мне как-то стрёмно даже без маски то есть такое знаете я вот списал в канале вчера про эту штуку что типа этот резонанс то есть я вот и позавчера приехал до из нанкина в шанхай можно не носить маски никто не требует а никто не требует но все в масках и в его и вокзал и в поезде тоже я решил тебе пойду в туалет схожу снял маску прошелся количество цоканей из взглядов на меня с осуждением типа какого хера ты тут один ловай пошел без маски куда-то было запредельно но и дашь такой взгляд ну недоброжелательным типа такой маску давай-ка поди на день я вернулся надел но почти никого нету без масок в общественных местах даже на улице до сих пор полно еще людей в масках шанхай входит ну а ты отпустит это тоже последствия долгий ковид так называем поэтому до постепенно отпускает но вот люди которые прилетели допустим дал ко мне оба из них прилетели из израиля они прилетели то есть они в самолете тоже были в маске но как только из самолета вышли они естественно маски сразу сняли я их уже встречал здесь пусть мы в маске нигде не надевали здесь больше это только я потом уже там при перелете из шанхая в шэнджей сам и сам надел маску тоже будучи в самолете ну а так в принципе еще кстати такой момент ребята наверно моя тоже одна из таких первых командировок уже после полного открытия китая стало больше иностранцев это можно объективно сказать особенно в шинчжене я там прожил пробыл несколько дней и это не только аэропорт это вообще в принципе пространство ты идешь где-то там по улице там торговый центр почему видно что это люди некоторые здесь живут и это очень сильно бросается в глаза то есть когда ты видишь человек который здесь живет это одно ощущение одно выражение лица одни какие-то вот в общем ты считываешь да по внешности по по глазам что человек здесь не мне не просто так приехал вот а сейчас стало появляться много людей которые действительно вот только заехали то есть либо по бизнес визе но по туристической кстати еще не за не сильно заметно было но по бизнес визе по бизнес визе очень много народу приехала я еще могу такой момент уже интересно сказать в шинчжене до шинчжене то столица производства микроэлектроники не только микроэлектроники вообще в принципе там много что делается там причем в самом главная столица ну да да то есть шинчжен так построен что в принципе все вот эти вот технопарки все эти огромные кластеры производственные они находятся по сути в городе то есть у тебя нет такого что допустим как мой проект да который находится в джидиане, ну что, нужно ехать куда-то далеко, там еще что-то, нет, ты выезжаешь из аэропорта, буквально 5-10 минут, и ты уже там, где тебе нужно быть, то есть я взял гостиницу, там, где как раз этот промышленный кластер находится, и так интересно тоже, гостиница, гостиница, короче, такая, что там все, прямо в самой гостинице, тебе не надо никуда ходить, тебе не надо ничего делать, тебя там подстригут, помоют, отмассажируют, и не только, в общем, все, что угодно, 10 разных видов кухонь, там же, там же сауна, там же, короче, все в этом все вот в одном месте получается, и тоже было очень интересно наблюдать, я увидел кучу иностранцев, которые приехали вот буквально, ну вот, не знаю, несколько дней назад, наверное, по делам, это видно, видно, что люди из разных стран, там были индусы, там были арабы разных, из разных арабских стран, были там, у нас блок на русском языке, поэтому были негры из разных африканских стран, вот, были европейцы, были американцы, были, ну, англоговорящие именно из, там где-то язык родной, то есть это было прямо, знаете, такой интернационал, у меня ощущение сложилось, какой-то такой небольшой кантонской выставки в одном отдельно взятом отеле, то есть ты выходишь из этого отеля, и у тебя просто какая-то организация объединенных наций прямо вот тут же, прямо на месте, для меня это было, конечно, просто, с одной стороны, я был очень рад этому, да, потому что, наконец-то, аллилуйя, господи, мы видим людей, это первое, второе, все-таки, какой-то такой немножко, вот тоже, видимо, постковидная вот эта вся история, что ты думаешь, ах ты, блин, заразу приносишь опять в нашу замечательную, великую страну, вот, поэтому прикольно, и очень заметно восстановление, то есть прям заметно, что поперло куча машин, куча народу везде, и я имею в виду Шенчжейн, да, сам, потому что именно этот кластер промышленный, вот, и аэропорты переполнены, самолеты переполнены, самолет, мы летели туда и обратно, на большом аэробусе, 330-м, самолет забит был весь, ни одного свободного места вообще не было, то есть полностью все клаццы, там, мне кажется, уже скоро стоящие билеты начнут продавать, то есть настолько большой поток, просто гигантский какой-то пошел, вот, буквально, вот, ну, неделя, наверное, да, две недели назад, вот, у меня такое ощущение. Никит, у тебя что расскажи, интересного нового, ну, касательно того, что открывается, это круто, и мне много людей пишут, что собираются на выставки сюда приехать, скоро авто Шанхай в апреле будет, там вообще большая делегация, собираются из разных вообще стран, пишут, поэтому, да, ждем, мы вас ждем, приезжайте с нами кушать тофу. Никит, что у тебя интересного? Что у меня интересного в жизни происходит? Ну, из таких больших, наверное, вещей я переехал в новую большую, побольше квартиру, да, мне повезло. По работе, в принципе, все потихонечку двигается, поскольку я уже, уже, наверное, 7 или 8 месяцев я работаю, получается, в SOSV, вот, в принципе, все идет неплохо, по сути, занимаюсь, активным, наверное, развитием, что касается фандрайзинга, помощи фандрайзинга нашим компаниям, на разных стадиях, плюс, веду две компании, которые уже мои, которые уже, ну, как бы, в моем портфеле, скажем так, и параллельно другие, какие-то компании, которые добавлены, которые я подписал буквально пару месяцев назад, одна в Бангладеше, другая в Таиланде, вот, ну, то есть, они проходят сейчас через, точнее, одна уже выпустилась программа, получается, чем мы с ними работаем. Можешь скачать, что они делают? Такие решения? Да, сначала они, одна из компаний, которая в Бангладеше, это была, ну, это тех компания, они проходили через наш фандрайзинг модул, то есть, это около полутора-двух месяцев, ну, такая программа, которая больше идет на бизнес-фундаменталс, то есть, на, как это, на нормальное, как бы это описать, то есть, на фундаментальное, как бы, понимание знаний о плане бизнеса, то есть, как бы, структурировано, чтобы можно, чтобы фаундеры понимали про свой бизнес, там, могли про него рассказать, ну, условно, это очень так, как это, очень такой broad, типа, очень широким слоем, если рассказывать, вот, и потом, под конец, соответственно, это много, они тренировались в плане питчинга, они говорили со многими инвесторами, сейчас они выпустились, был данный день, ну, сейчас они активно общаются с другими инвесторами, плюс у нас стратегические сессии с ними еженедельные, вот, поэтому, слушай, может, я поработаю, у них есть разные, как эти, как это, сложности, плюс мы помогаем с, с growth, да, развитие, ну, да, это вот, что касается компании, которая недавно выпустилась, другая компания, она только будет проходить через fundraising module, когда они будут подниматься в следующий раунд. А чем они занимаются, просто потому что я прослушал, какой у них проект, что они делают по решению? Так, дорогие друзья, пройдемся здесь на секунду, на стадии монтажа я увидел, что эта часть была записана плохо, поэтому решил перезаписать, собственно, эту часть, где я рассказываю про компанию. Компания называется OSTAD, O-S-T-A-D, OSTAD, это один из стартапов, собственно, нашей новой когорты, да, который недавно выпустился с демо дня. это интерактивная образовательная платформа для миллионов бангладешцев, которые ищут работу. Платформа помогает, во-первых, повысить квалификацию, да, то есть повысить ваши скиллы, и, собственно, найти работу на рынке, о Бангладеше. Проблема заключается в том, что каждый год около двух миллионов выпускников университета в Бангладеше не могут найти работу то из-за отсутствия, собственно, навыков, которые нужны работодателям, то есть не происходит вот этот мэтчинг ожиданий работодателей от навыков потенциальных сотрудников. Вот, и рынок труда в Бангладеше также испытывает трудности, потому что в собственном университете не уделяется особого внимания реальным навыкам работы, вот, а онлайн-классы, такие там, как Coursera, Udemy, даже там, то, что на YouTube, это все равно все предварительно записанные, они, ну, классы, да, то есть они требуют взаимодействия, это, ну, в общем-то, скучные платформы, которые, они основаны на контенте и зачастую у них очень низкий коэффициент завершения курса, то есть около 10%, и они также не предназначены для удовлетворения каких-то конкретных потребностей рынка труда, вот, и они, конечно, могут охватывать достаточно множество тем, вот, но часто не дают учащимся каких-то реально практических навыков работы, которых, собственно, ищут работодатели, вот, а подход Остат сфокусирован на методологии, учиться на практике с практическим основанным на задачах учебным планом для каждого навыка, вот, ну, и по завершению включают возможности трудоустройства в компаниях-партнеров. Такой подход к обучению в реальном времени, да, то есть это лайвстриминг, по сути, класс с какими-то заданиями, да, заданиями между между классами, с достаточно большим объемом заданий между классами, ну, и плюс есть интерактивность, поскольку в реальном времени, да, то есть ты можешь как-либо взаимодействовать с преподавателем, вот, и в конце, разумеется, да, то есть я не буду углубляться в особые детали, да, к сожалению, есть определенные, не то чтобы тайны, да, но такой secret sauce, как мы его называем, вот, но по завершению, да, то есть ученикам, у них также есть возможность трудоустройства. Как-то так. Слушай, мне вот интересно, собирается ли SOSV, Orbit, Startup, China Accelerator, делать оффлайн программу, потому что я расскажу, когда мы проходили в 17-м году оффлайн программу, то есть как там было, три месяца ты в офисе акселератора, и три месяца, как бы, ты потом просто можешь офисом пользоваться, но программа активная не идет. И был такой момент, называлось Goat, Geeks on a Train, и ты, как это было, ты со своим стартапом уже научился питч, и ты уже примерно там elevator pitch, кто не знает elevator pitch, до 30 секунд, даже мы уже делали типа по 2 минуты pitch, ты садишься на поезд, из Шанхаа едешь в Пекин, потом из Пекина в Ханчжоу, и потом из Ханчжоу в Шанхай, ну, в общем, все это время у тебя забито вся неделя встречами, я прям помню, там, ты еле успеваешь между офисами перебегать, ездишь к таким там крупнейшим рекламным компаниям, к Airbnb, каким-то стартапом, мы ездили в, как был этот популярный в то время стартап желтый такой велосипед был OPPO, или OPPO, как он был, мы в OPPO, 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 вот мы в OPPO ездили тогда, смотрели, как там они, который обокрутился, но была особенность в том, что у тебя каждый раз ужины, переходящие в тусовки до 2-3 часов ночи, где-то в 2-3 часа ночи ложишься спать с такой вот головой, знаешь, где я вообще, а в 5 подъем, в 6 ты уже питчишь, и тогда вот такая неделя насыщенного питчинга с тусами заставила всех вообще там сдружиться, сблизиться, и это был такой один из таких опытов крутых, хотя бы был веселый, знаешь, и нетворк растет просто бешено, потому что собирались все сливки венчурной индустрии, ты приезжаешь там, знаешь, там стоишь, пьешь вискаль с каким-нибудь там вице-президентом инвестиционной компании, и вы потом все, знакомые стали, там добавить вичате, и это было очень круто, и вот этого в онлайн не мог заменить, и это, ну, потому что, мне кажется, эта неделя, она была из самых таких насыщенных, когда уже стартапы более-менее готовы, потом вот едут на этот Goat, планируете вы как-то вот такое, что-то такое, есть ли слухи, или пока так же в онлайне? Смотри, касательно Goat, Goat, по-моему, и не прекращался, то есть, вот эта программа Goat, она не прекращалась, и она даже вот сейчас, сейчас она будет, по-моему, по азиатскому региону, по-моему, они едут как раз, они захватывают Сингапур, по-моему, Таиланд, по-моему, даже Вьетнам, и, да, плюс у нас был Goat в Индии, по-моему, он в каком-то прошлом году, вот, не, вот эта, вот эта тема не прекращалась, и она действительно, как бы неплохо себя показывает, развивается, и там нету каких-то ограничений, касательно стартапов, это не обязательно стартапы, которые вот сейчас проходят, там, акселерацию, это могут быть и какие-то старые, условно говоря, чуваки, которые хотят сейчас пройти ее, она, по-моему, частично, по большей части, она, по-моему, бесплатная, по-моему, небольшую денежку сейчас ты платишь за какие-то небольшие вот эти, там, может быть, там, перелет, или типа того, я точно не помню, потому что этим занимается у нас BD, BD команда, вот, но да, касательно самой программы оффлайн, я думаю, с этим сложнее, потому что у нас сейчас, ну, опять же, да, то есть все стартапы, они так разбросаны, там, Бангладеш, Пакистан, Индия, там, кто-нибудь в Вьетнаме сидит, кто-нибудь, например, в Америке сидит, вот, и я думаю, уже отпала необходимость прям, чтобы они приезжали в офис, но, они приезжают на демодень, они тусуются где-то с неделю на демодне в какой-нибудь стране, то есть, ранний раз это вот был Сингапур, до этого это был Дубай, ну, то есть, они там тоже, собственно, собираются, там тоже приглашаются инвесторы, они сидят, там, с ними общаются, там тоже какие-то, там, условно говоря, мероприятия, хэпиауэрс, и вот это все, поэтому, ну, как-то так, да, да. Прикольно, интересно. Я еще с своей стороны хотел тоже дополнить немножко, у меня был период достаточно длительный, я не использовал активно английский, когда ты что-то активно не используешь, оно активно отмирать начинает, то есть, словарный запас остается, да, ну, ощущение языка, ритм языка, это все дело, оно теряется, даже несмотря на то, что там я периодически что-то смотрю на английском, слушаю на английском в оригинале, но ты никогда не говоришь, оно теряется. Тут, получается, приехали мои товарищи, вот эти оба, они, естественно, оба англоговорящие, по-русски они не говорят, вот, и у меня просто вариантов не было, то есть, надо было просто как-то это все активно собирать, я при общении с клиентами говорю на английском, но это не бывает так, что ты каждый день говоришь. Я к чему все это рассказываю? Приехал человек, вот, собственно, с проектной компанией, и мы проводили переговоры очень сложные, очень сложные переговоры, когда позиция у нас, на нашей стороне, была настолько слабая, что вытянуть эти переговоры было практически невозможно, ну, практически невозможно, это был просто фейл, почти что на 100%, и человек, он очень интересный человек, он родился в Израиле, вырос в Швейцарии, причем в немецкой части Швейцарии, он говорит на шести языках, и при этом он работал преподавателем английского языка в военной школе армии Израиля одно время, и меня поразило то, насколько человек простыми словами может донести позицию, и сделать это так, что его не просто услышат, а примут эту позицию как свою, я человек, который провел сотни, если не тысячи переговоров на разных уровнях, я просто сидел и на самом деле охреневал, мы вдвоем, знаете, я не знаю, может быть не совсем корректный пример, но как Бивис и Батхит, то есть мы были, мы были просто идеальной, какой-то идеальной парой для этих переговоров, я сидел, как сказать, придавая вес всей вот этой истории, причем дядечка, это достаточно взрослый, ему там за 50 лет, это там, это не наш ровесник, то есть не супермолодой чувак, скажем так, но при этом его вот это вот ощущение атмосферы, ощущение языка, умение подобрать правильные термины, не нагружая при этом человека, не нагружая китайцев, не нагружая наших партнеров, это было просто гениально, это вот один из, наверное, таких моментов, которые вот то, что Никит говоришь, которым не обучают в университете, ты не научишься никогда этому, это то, что приходит именно с опытом, с каким-то вот внутренним твоим ощущением ситуации, чувством людей, это то, что можно приобрести, наверное, только вот на практике, да, вот, и мне очень интересно было, откуда вот это все пошло, и когда он стал рассказывать, что он без образования преподавателя преподавал два года английский язык профессионально людям, да, у него есть своя методология, вот это все, и только тогда я понял, как это получилось, то есть когда мы в связке двух языков, да, он там на английском, я, естественно, на английском, на китайском тоже, да, ну, естественно, общий рабочий язык был английский, потому что все понимали, вот, это было, конечно, это просто гениально было, я просто настолько кайфанул, ребята, я почему этим делюсь, потому что я очень давно не видел вот именно такой уровень всей этой истории, это первый момент, второй момент хочу сказать. А у тебя примеры сохранились, что он там сказал, есть у тебя такое вот вставить, чтобы вот, например, такую-то ситуацию он объяснил вот так, чтобы мы поняли примерно. Ну, здесь, слушай, здесь идет такой общий, наверное, общий, теоретический, терапрактический формат какой-то базовой книги по переговорам, да, то есть когда ты не нагружаешь человека, когда ты не забиваешь, не выставляешь жестко позицию, выслушиваешь, и в то же время очень так из-подваль и аккуратно проталкиваешь то, что тебе нужно. У меня сейчас не могу привести конкретный пример, да, но вот именно вот этот момент. Второй момент, ты не используешь какие-то термины, ты говоришь максимально простым языком, не потому что ты его плохо знаешь и не потому что люди, с которыми ты говоришь на этом языке плохо его знают, нет, а ты используешь именно вот эти термины, точнее, эти выражения естественно, то есть, ну, сам понимаете, да, одну и ту же фразу, одну и ту же историю можно рассказать там тысячу разными способами. То же самое здесь, да, там какие-то острые моменты при, там, кто-то кому-то должен денег, да, допустим, или кто-то не выполнит какие-то обязательства, да, эту ситуацию можно обрисовать так, чтобы человек сам тебе решил проблему, при том, что виноват не он, то есть, было сделано вот так, то есть, просто это вот, знаешь, с таким сподвыпердом, я, я, честно говоря, ну, опять же, я в хорошем смысле слова офигел, вот, это было прям реально здорово, то есть, я многому поучился в этот момент, и мы очень классно сыграли, он играл хорошего полицейского, я играл моментами плохого полицейского, вот, что хотел дополнить еще, это тоже важно, наверное, для наших слушателей, которые приедут потом в Китай, которые занимаются бизнесом, или будут заниматься бизнесом с Китаем, для которых будут важны переговоры с китайцами, не всегда нужно говорить какие-то вещи на китайском языке, потому что, когда тебя слушают на другом языке, да, на, ну, на английском в этом случае, и все понимают английский, то есть, нет переводчика посередине, а все говорят на одном языке, на другом языке, а не на китайском, это придает больше вес тому, что ты говоришь, и вот это я тоже сейчас ощутил, именно вот, ну, в реальности, потому что, допустим, если бы я эти переговоры вел, я их провел бы, конечно, по-другому, может быть, результат был бы такой же, но времени и эмоциональных усилий на это затрачено было бы больше, а так как человек, во-первых, это человек, который реально приехал за рубежа, потому что меня, допустим, китайцы не воспринимают как обезьяну, да, то есть, ну, давно уже, в принципе, а тут получается, вот, реально лаувай настоящий, то есть, реально иностранец, то есть, приехал иностранец, и вот этот иностранец что-то на иностранном языке вещает, и это что-то, оно имеет гораздо больше вес, и гораздо большее значение, да, эти слова, чем, допустим, ну, мои, не потому что я там какой-то, что-то со мной не так а потому что вот так именно эмоционально психоэмоционально даже воспринимается это тоже было очень интересно причем что в первом случае что втором я хочу дополнить дополнительно эту тему у меня промоутере даже работа по беде подписанию клиентов выстроена на китайский язык потом английский то есть и сначала прозвон идет и как вот мы изначально когда вышли на рынок шестнадцатом году сначала прозванивалась китайцами база данных например клиентов это те кто там делают продажи тоже могут взять себе на 100 процентов точно работы позвонит китаец за китаец мог сразу через пройти через условный ресепшен его там переключили на нужный менеджер ну как бы хорошо если ему сразу словно там синтхайд этот ресепшен дает отбо типа не на неинтересно этого отдавалось мне я повторно звонил через день но на английском языке часто почему-то в китае и это именно азиатская тема та же самая тема в америке не сработает условно зарубежных рынках не сработает в азии потому что есть какое-то уважение может быть иностранцам иногда ресепшен типа о на английском что-то мне говорят на английском блин надо кому-то передать звонок я же не могу вдруг важно кто-то звонит и они в компании передают звонок кому-то говорит на английском если обычно в компаниях ну там нужно мы быстро на звонили на английском говорит скорее всего либо маркетинг менеджер либо чуть ли не генеральный директор известный человек компании который будет на английском и ты соответственно большую такую вертикаль всю эту проходишь и доходишь до человека выпадаешь на него сразу то есть английский язык и лава и могут быть хорошим селс как это сказать дополнением китайцам там где условно их отшили не на так работа да ты проходишь к примеру и бах ты прошел ты гришь да там он слышите потом ты гришь но там на ум они миссами раха и окладе сказано по прежнему карьеру начинается иногда иногда даже бывает так что когда мои коллеги назначали встречи там был директор какой-то я просто ходил с ними и просто сидел я просто пришел с таким лицом они все переговоры все понимать не разговорить на просто жутком самым подлетку подтверждают киоловой подтвердил типа знаешь ну это бывает такая штука и опять же игру что я не в таиланде я прозвонил я прозвонил саму корей и в японии в японии чем микросот поливать и настраиваться не то не забывайте я просто посылали там и бросали трубки вот в таиланде такая же штука была также часто это в я вообще китайский не понимает там бах кому-то передали на английский таку о нормально кто-то там генеральный типа ну вот такая штука в газе работает можно использовать только за плане то что это может быть тоже как ты вот говоришь да 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 но с другой стороны знаете когда нужно что-то кинады в вот нашей связке расставлял я то есть он там проговаривал вот эти все моменты и потом под конец либо допустим там не буду даваться подробности была очень сложная ситуация которая надо было вытягивать я выводил людей с переговорной то есть я забирал тех людей на которых были ключевые моменты скажем в решении вопросов да я их отводил в сторону выходили с переговорной я добивал их на входе то есть просто выводил их на вне кабинета да вне переговорной и мы там во всем обо всем договаривались кивали гривой потом заходили обратно садились было просто я реально ребята вот я настолько не то что ответ да но я прям кайфанул то есть мне было прям круто прям ощущение ощущение такого выполненного закрытого гештальта я бы сказал под каким предлогом ты их выводил типа пойдем выйдем сейчас раз раз на раз пойдем если нет на заговоре ты знаешь вот шутка шутка да но ты должен чувствовать ситуацию почему я говорю да вот что неважно переводчик или там другой человек который ведет переговоры да то есть ведет процесс он должен чувствовать эмоционально людей когда ты понимаешь что . доходит уже до такого момента когда все закончится закончится плохо нужно делать паузу нужно сделать шутки нужно делать это все это как знаете как вот как-то как танец то есть партнер делает шаг ты отступаешь как танго и и вот это все вот так вот идет 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 я просто почему это то что он танго я умею до реально вот и подписчицы не упустите свой шанс так тобой самый активный станции танго с иваном ну так вот то есть вот этот процесс ты должен я к чему никита отвечая на замечание да ты должен это чувствовать это не прописано нигде это нет такого что вы пойдем будем я конечно это именно вот и в процессе ты понимаешь вот что вот сейчас нужно сделать вот это это делаешь и и почему так реагирую моя работа она в принципе состоит из то чем я занимаюсь это состоит из переговоров это все время процесс все время общения все время люди и все прочее а тут получается что приехал какой-то новый человек новый пазл тот же самую картину и вот это меня просто вштырило я прямо реально вот но я давно уже не получал прям кайфа от процесса очень сложных переговоров которые должны были практически со стопроцентной вероятностью закончится провалом и мы их вытянули и не просто вытянули а сделали так что люди которые должны были на нас наезжать все это время они получили такой же кайф от всего этого как и мы то есть все кайфанули в этой ситуации и все это закончилось я в группе вам ребят отправлял d52 окей тебе ну естественно что я думаю там соседней комнате на поэтому то есть то что должно было закончиться ужасным вообще ощущением атмосферы вот это вот тягостное вот это все закончилось тем что естественными дружба жвачка полу решением затянувшихся проблем которые в итоге надеюсь приведут нас к тому что мы хотели хотим этой ситуации получить вот и во всем в этом сыграла очень важную роль именно новизна человека который приехал его профессионализм безусловно профессионализм это один из самых крутых реально переговорщик который вообще в своей жизни видел я видел много кого вот и и третье это фактор языка то есть фактор именно вот это вот ощущение новизны и все вместе кажется мне кажется у китайцев тоже они соскучились поэтому типа чтобы смотрит на ивангой типа револи так наш как бы чёте а вот вот мы с тобой дать чтобы неинтересно уже все на новенького так что еще никита еще добавить у себя мне кажется саймон я пару пару слов скажу мы говорили до записи выпуска до начала записи о том что мы хотим обсудить форматы и мы попробовали вот сделали два выпуска в формате такой отчитки новостей и с контролем времени и всем остальным и хотим тоже какой-то фидбэк получить от тех кто нас слушает тут насколько насколько это было актуально и насколько нам нужно в какое направление нам по мнению наших слушателей хотелось бы двинуться да присылайте ну как-то у нас такая аудитория интересная мы всех любим но как-то когда мы спрашиваем какой формат больше ребят давайте вопросы у нас как-то предложение пока не так много поступает поэтому как бы здесь наши когда сами ну да опять же да мы несколько обсуждали что мы не профессиональные ведущие мы все занимаемся здесь работаем бизнесом занимаемся в китае и задача проекта была есть какой-то опыт понимания азии китая поделиться потому что можно курсы проходить а можно надо с правильным человеком поговорить обсудить и ситуацию понятия нашего задача как-то больше приобщить рассказать как здесь здесь не так уж там страшно и проходила на улице детей не едят вот поэтому чтобы люди понимали ну да плюс опять же дать какое-то свое мнение на всю эту ситуацию потому что мы не теоретики мы практике мы не просто живем этой стране мы здесь что-то делаем и делаем очень активно вот у каждого есть какой-то свой определенный уникальный во всех смыслах этого слова опыт который можно было бы тоже поделиться мы думали о том чтобы поиграть немножко с форматами сейчас посмотреть что будет заходить и первое очень нравится что будет интересно нам как тем людям которые уделяют на это свое личное время и не получают за это никакие никакие бенефиты пока по крайней мере вот поэтому я думаю что дальше будет как-то мы будем смотреть что будет интересно аудитории что будет интересно нам как ведущим и каким-то образом играться с форматами что-то добавлять что-то наоборот убирать вот менять тайминг возможно вот поэтому приглашать гостей кстати говоря да то о чем мы говорили кстати ребят китай открылся да и я думаю что можно будет подумать о том чтобы приглашать те кто будет сюда приезжать в том числе это тоже будет интересно да и даже больше у нас есть чат еще раз так телеграме добавляйтесь туда и мы обсуждали до этого с иваном и с никитой что в один из в один из томных хороших субботних или воскресных как не утром утром одним из да мы хотим собрать всех слушателей на какой-то там за завтрак в шанхае где-нибудь в кого-нибудь в вагасе или еще где-то мне продать слова газ уже потряхи то что все себя собирается где-то в ваге даже сила вай равно вагас где-нибудь может быть другой кофейне где и пообщаться посмотреть поэтому но узнать о времени вместе можно будет только в чате поэтому если нету в чате ты не знаешь где мы собираемся слушай я хотел еще тогда про себя рассказать если вы не против или есть еще что сказать по формату я хотел единственно еще сказать по формату я что-то на днях сидел смотрел наш youtube и просмотр это во-первых приятно видеть что есть определенная масса слушателей которые в принципе всегда слушают нас и выпуске последние вот этого сезона набирают стабильно определенное количество просмотров но я заметил что когда мы собираемся с вами в оффлайне когда мы сидим вот с камерой и когда мы все в одной комнате прям живую такие видео прям сильно больше набирают просмотров вот если мы просто говорим про аудио вот такой формат что мы мы как это моё я забываю русский просто капец какой-то ужас даже забыл английский просто русский ну аккуратно аккуратно конечно мы наверное мое желание в том что бы мы чуть больше собирались оффлайн друг друга видели мне кажется что аудитории наши тоже это интересно я понял твой desire конечно не оффлайн конечно ребята мы уже тоже много раз об этом говорили лично и в выпусках наших да что никакой зум никакие вот эти вот современные технологии не дадут ту химию не дадут у ощущения человека когда ты находишься рядом в одном помещении запах когда испортил воздух но естественно это самое основное есть поддерживаешь один в комнате даже ничего не влияет водички не слышно этой которая сливается давно для чай когда вот такая вот химия ивана семена займа давай жги расскажи чуть о нового да значит про меня чем я в жизни нового значит все эти годы что я вел подкаст из них писал что я руководитель компании эксопромотор и немного расскажу про про наш проект то что какие наши чего мы добились да потому что проект 16 даже в пятнадцатом году вышел на рынок китая и 2023 год я все-таки считаю что эксопромотор это один из самых успешных стартапов из постсоветских стран который выходил в китай и объясню почему это все не просто так что типа динать как типа я же считаю что мой ребенок самый красивый все таки почему потому что это мой ребенок не в этом плане а то что проект вышел на китайский рынок нашел здесь продак market fit стали достаточно известны в индустрии именно выставочной потому что эксопромотор там это marketplace для подвержения выставок за рубежом на привлечение посетителей зарубежных и продажа стендов и у любого организатора выставок который занимаешься занимается зарубежным маркетингом локальный маркетинг вообще ну любой выставки спорте все знают эту компанию в китае мы и наверно первыми из постсоветских стран привлекли инвестиции отчаян акселератора не начали акселератора знаю что мог инвестировал в группе свои 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 не первые но очень с это по мы были первые был forbes 30 до 30 в маркетинге который я говорю что то не моя задача а задача достижения всех все мое достижение достижения всей команды которая все это сделала я просто мне повезло там быть мы подали список один из самых перспективных стартапов от китая на конференции райс два раза восемнадцать девятнадцатый годах те кто в стартапе знают райс как бы уважаемая конференция главных в азии чайный акселератор в семнадцатом году наставил один из самых перспективных стартапов и когда весь рынок просел на 68 процентов по миру выставочный рынок мы вышли на самоокупаемость и наверное если такие все хайлайты взять вне своей среде в новой индустрии поэтому эту вывод как бы ставлю но за этим всем стояло много усилий команды я лично дал себя полностью компании но решил что время двигаться дальше и с этой неделе я уже не связан с проектом описание проекта как бы из подкаста я убрал я его покинул вот в рамках проекта я вырос иди менеджера до генерального директора пользусь случаем нашей площадке подкаста благодарю каждого человека с кем сотрудничал в компании и уверен что ребята смогут дальше расти и очень успешно я прошел с проектом три года роста с шестнадцатого года до конца 19 20 года и потом мощный кризис выставочной индустрии 20 по 23 мы прошли этот кризис был мне в рамках компании просто индустрия индустрия вся рушится да ты приносишь кто новые продукты выживаешь поэтому я считаю что как бы команда была мало справились но мне 30 лет да и я захотела пробовать себя в другой индустрии посмотрим что из этого выйдет и я перешел сферу электрокаров до которые поэтому я часто буду эти новости переносить потому что я читаю очень много новостей про электрокары про сферу электрокаров пока не буду анонсировать куда и что ушел но это та индустрия в которой теперь активно буду стараться расти развиваться носите будет много в общем это то что у меня новой жизни то что я хотел для слушателей поделиться мы поздравляем семена с этим замечательным событием и надеемся что да 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 очень классика на самом деле очень круто и я думаю что мы с никитой очень за тебя рады вот никита поддержит мою эту фразу вот и на самом деле очень классно когда ты не просто переходишь какую-то компанию да ты делаешь какой-то закрываешь какую-то страницу с какими-то результатами определенными и ты сделал все что помог сделать это индустрии да и переходишь дальше реально очень круто вот и мы с тебя с этим замечательным событием поздравляем ура ура сессии фанфары какие-нибудь да это просто как бы то что фанфары это новая значит вот ну здорово ребята здорово классная душа напоследок я хотел обсудить ванючий тофу если вы не против сейчас ты идешь по улицу я думаю ты ванте есть рассказать на эту тему возможно ты это лучше знаешь идешь на по улице вкусный шанхай познает я люблю нюхать все вокруг по запахам ощущаю мир типа знаешь и вот шанхай это один из самых вкусно пахнущих городом мира утром ты выходишь чтобы цветет а просто нереально и ты идешь так наслаждаешься городом и потом завоняет так что же блевануть охота аж прям аж выворачивать все ты думаешь господи кто сдох что происходит и там жарят тофу стоят на что запах его ты приезжаешь не вот этих кафешек из одного из них прям это что-то подобрать блевочина который стекает за рта ты понимаешь а почему это произошло вот кто ел такой тофу просто для что он вкусно я против то вообще чуть не виду классно и там легко усваиваю белок и но в таком жареном на улицах но китайцы кайфуют я не могу подойти пробовать кто-то из вас пробовал пытался расскажите суши мы с тобой ты не можешь значит сможешь со мной вместе этот сам затащу там все попробуешь у меня все будет хорошо я обожаю тофу обожаю жареный и жареный и вонючий в первую очередь сходу это one love просто это это мое все вот на самом деле без шуток мне очень нравится этот вкус это знаете тоже тоже прикол мои вот эти товарищи из израиля приехали мы идем значит похуджу по старой деревне в нансюне моем и значит запахи запахи вот то что ты говоришь где-то кофе запаха где-то чаем где-то там мясом каким-то да где-то там овощами вот а потом мы значит подходим подходим к месту где продаются конфеты и значит я им там беру эти конфеты там взрослых два взрослых дядьки да и они воняет то что за конфеты и даже что ты сейчас сказал то есть просто это лавка с конфетами стоит рядом прямо с вот эти вот ходов вонючим тофу который там жарят прямо все высушить вам как дитям дитям мороженое бабе цветы да вам конфеты в нет ходов на самом деле у них тоже самое ощущение было то есть что это это ужас как это люди вообще едят как это нюхают но на самом деле вот если ты перри перебу перебарываешь вот себе вот это вот отвращение к запаху и ты это пробуешь на вкус реально офигенная штука так что неважно он черного цвета может быть зеленоватого цвета может быть любого другого цвета это как сыр это вот многие люди да вот допустим меня там мама она не переносит запах сыра с плесенью а я люблю вот мне нравится этот blue cheese который вот с пожилками да с этой всей фигней то же самое ты его открываешь воняет на всю квартиру ужас можно находиться также с вот этим ходу так что я вообще в теме у меня все хорошо никита чем вонять я не я не ел но эти запахи я я полностью солидарен я это же их чувствовал каждый раз проходит господи нам из тобой вдвоем идти пробовать пошли пошли сначала что дофу а на закуску дуриан дабл трабл дабл травл да не а мы потом байдю нет и пастуре она алкоголь нельзя иначе там накроет не дуриан кстати то же самое кто-то вот кто любит вот все в туши объяснил да только что они любят тоже дурят дуриан или офигенной же мазохист да-да-да-да-да-да-ки сколько уже только этот обжаренный тофу ешь ты закрыл нос затыкаешь он же его просто поешь и все что вы знаете вы знаете как есть васаби немножко васаби вкусный нет как его правильно есть знаешь вот и раз с этим соевым соусом месте ты можешь ложками васаби есть знаешь как васаби есть ложками нет ты не должен выдыхать носом если ты выдыхаешь носом ты обжигаешь себе слизистую то есть ты вдыхаешь и выдыхаешь ртом чтобы тебя вот этот вот эти вот острота вот это не проходила через лист оболочку носа если ты выдохнешь носом то тебе станет точно него невозможно а тут ты можешь есть с этим обжаренном тофу тоже нельзя дышать но за куда ли когда ты ешь когда ты ешь ходов куда когда-то ешь в готов это лучше если не любишь запах это дать им нравится лучше не дышать поливание уж через нос не вдыхать через нос спокойно заходит очень шикарно то же самое я обожаю берет хотя были такие примеры что ты лаваев водил каких-то не таки о да вкусно иван был классно буду есть теперь да конечно и ты будешь следующим будем шанхае теперь кого на придем из наших слушателей так что кто слушатель кто будет шанхае и хочет пойти вместе попробовать обжаренный вонючий тофу мы будем пробовать впервые поэтому пишите в чате в нашем самом деле я могу найти место она была раньше я уже не знаю что открыт или нет где самый кошерный вонючий тофу во всем шанхае вот самый лучший вообще вот из всего вот может она будет реально забуриться и на втроем естественно ну и те кто как нам присоединиться и слушатели кто находится шанхае можно сделать просто experience можно сказать естественно за все платит дядя ваня вот поэтому давайте так спонсор нашего выпуска огурцы дяди ставьте рекламу вот в выпуске ну что заканчиваем на этом обсудили думаю да я еще раз напоминаю ребята кто нас слушает пожалуйста во первых заходите вступайте в нашу группу по телеграме а вот мы там будем все это дело периодически обкашливать вот будем какие-то новые внутреннюю какую-то информацию а тоже скидывать вот и по индустриям не только не только по бизнесу вообще принципе какие-то интересные вещи а вот плюс те кто находится в шанхае либо находится в китае да и там может приехать шанхай мы можем также встретиться оффлайн можно организовать будет встречу когда народу соберется будет побольше вот также можно какой-то там формат дела завтраков или чего-то еще потому что аудитория которая нас слушает из китая так правило люди которые связаны с бизнесом здесь в той или иной форме поэтому я думаю всем интересно будет встретиться и обсудить что-то для себя новое может быть получить из этих из этих встреч так что мы будем вас ждать да всем пока всем пока пока а